Своей работой на выставку привезли более 300 мастеров со всего края. Старт празднику дал кубанский казачий хор. Они исполнили свои известные вокальные и хореографические номера. А затем к краснодарцам и гостям города обратились Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Владимир Бекетов. По словам руководителя региона, такие выставки – это связь поколений. Важно понимать, что вот то, что называется родниками, живет в нашем казачьем народе. Оно сохраняется и приумножается. И не теряется. Связь времен и поколений – это то, что позволит нам жить сегодня и жить завтра. И ни в коем случае мы не можем себе позволить те, кто сегодня живет и стоит на этой площади, эту связь поколений прервать. Правда говорят, что человек красив своим трудом. Я считаю, что правильно, когда был принят закон о поддержке ремесленной деятельности. И мы с Вениамином Ивановичем, когда обсуждали предстоящий праздник, он носит предложение о том, чтобы поддержка малого предпринимательства на Кубани продолжалась и дальше, и еще более высокими темпами. На выставке не только демонстрировали уже готовые изделия. Ремесленники показывали, из чего и как делают свои работы. С мастерами пообщался и руководитель региона. Он посетил каждую экспозицию. Здесь и кувшины из глины, плетеные из соломы корзины, и дамские шляпки, одеяло из лоскутков тканей и целые пейзажи, вышитые вручную. Кстати, в этом году на ярмарку впервые приехали народные умельцы из Крыма. Такая народная ярмарка в Краснодаре проходит уже в третий раз. При этом, как отмечают организаторы, с каждым годом становится все больше ее участников. Всего же в крае сегодня около 6 тысяч гончаров, кузнецов, стеклодувов и краснодеревщиков.